В Астану приехали многократные победители международных всероссийских, акробатических и танцевальных конкурсов. Артисты театра танца «Эксордиум» представили в Казахстане уникальный спектакль «Заплати мечтой». Вся музыка для спектакля написана специально для спектакля, никаких треков, никаких дорожек ниоткуда не заимствовано. И танцы, соответственно, тоже поставлены под эту музыку и работаются абсолютно разножанрово. От уличных до современных, так скажем, академических танцев, таких как «Контемпорари». У нас есть элементы вальса, ну и, естественно, уличные танцы, такие как локинг, папинг, хип-хоп, потому что это наше основное, все-таки основное направление. А также очень много в этом спектакле использовано цирковых номеров, циркового искусства. Этим мы, собственно, отличаемся от остальных театров танца. В своих постановках артисты сочетают танцевальное, цирковое и драматическое искусство. Их спектакли славятся креативным подходом к сценографии, гриму, костюмам и световому оформлению. Станцевальный проект «Заплати мечтой» открывает зрителям мир, в котором люди превращаются в бездушные механизмы. Сам спектакль, получается, «Заплати мечтой». Там, получается, рассказывается сюжет про девочку, которая мечтает работать в цирке, но ей мешают какие-то жизненные обстоятельства. Вроде ей предстоит выбор сделать между стабильностью, стабильной работой, либо нестабильной работой, но зато это мечта всей жизни. Многие казахстанцы знакомы с творчеством артистов благодаря их участию в телевизионных проектах. Танцоры намерены показать свои постановки не только в Астане, но и в Алматы. В столичном концертном зале имени Жамбыла Жабаева состоялся творческий вечер звезды российской неоклассической музыки Ильи Бешевли в рамках гастрольного тура «Пьяно-фестивал». В столицу Казахстана, отмечает музыкант, он привез как уже полюбившиеся композиции, так и еще никому незнакомые работы. Я попал в тот стиль, мне он близок этот стиль, который сейчас набирает обороты. Ну вот в Казахстане не так сильно, но в России очень большими шагами он популяризируется. Мне он нравится, я его люблю, и это моя жизнь. Русские эйнауди. Так о музыканте говорят многие. Илью сравнения не смущают. Напротив, именно этот композитор вдохновил его на написание музыки. Кроме того, Бешевли, как и современный итальянский композитор, вдохновляется кинематографом. Я в последнее время музыку редко вообще, в принципе, слушаю. У меня нет такой какой-то яркой потребности, жаркой, вот, слушать музыку фоном или просто. И я, если у меня есть такая потребность, я сажусь и часа четыре прям слушаю. А так я вдохновляюсь в основном не музыкой. Кино, вот, там, путешествиями, концертами. Всего шесть лет понадобилось молодому композитору-неоклассику из Красноярска Илье Бешевли для того, чтобы собирать в своем концертном туре полные залы. После Астаны он продолжит свой тур по городам России и даст концерты в Таллине, Риге и Казани. Настоящим праздником для слушателей стал восьмой международный конкурс пианистов, прошедший в Алматы. Жюри отметило, что в этом году события украсили и зрелые исполнители, которые представили обширные программы. Благодаря этому музыкальное состязание превратилось в фестиваль. Всего в конкурсе приняли участие 19 молодых исполнителей из Казахстана, России и Польши. По итогам трех туров лауреатами первой премии были объявлены наш соотечественник Сергей Ким и Рустам Мурадов из России. Вторая премия разделена между казахстанкой Жибек Кожахметовой и россиянином Рубеном Козином. Третью премию жюри решила не присуждать. Для меня очень важно, насколько человек коммуникативно, интересно присутствует на сцене. То есть, если я не слежу за ним, то как он готов, меня не волнует. А если я слежу за ним, я уже начинаю обращать внимание на его профессионализм. Потому что если на сцене наученная, выученная, выдрессированная, но не личность, то тогда вам не будет это интересно. По мнению лауреата первой премии Рустама Мурадова, конкурс пианистов в Алматы – это замечательная возможность заявить о себе, поучиться у коллег и сделать новый шаг в карьере. Редактор субтитров А.Семкин